Каждый раз, когда мы говорим о том или ином человеке, о тех, кто живет сегодня или которые уже когда-либо жили, о правителях, ученых, родителях, мы судим человека по его поведению. Поведение – это отношение и деятельность. Мы спрашиваем человека, какую у человека профессия, специальность, должность. И мы не чувствуем каждый из нас, будь это правитель, будь это знаменитый ученый, будь это дипломат. Мы каждый раз чувствуем, что чего-то в нас не достает. Мы чувствуем, что мы прожили вроде бы жизнь, и вроде у нас есть разум, память, но каждый из нас, уходя из этого мира, ощущает, что что-то не хватает ему в его природе. Иногда нам кажется, что мы что-то не успели сделать, но речь идет совершенно о другом. Мы всегда ощущаем, что в нашей природе чего-то не хватает. Если бы мы с вами были совершенными людьми, таковыми, каковых состворил Бог по образу и подобию своему, то у нас никогда бы не возникал вот этот вопрос и эта тоска, что вроде бы я прожил жизнь, а не успел ничего сделать. На самом деле речь идет не о том, сколько мы сделали, и что мы успели сделать, и что не успели. Тоска от того, что мы не вошли в свое и совершенное качество. Вот в чем весь смысл. Всю свою жизнь я посвятил теме человека. И вот только сейчас, может быть, в последние годы, я пришел к выводу, что Бог так попустил этот мир по своему промыслу, что дал нам каждому пройти вот эти испытания, каждому. Сначала попустил падение ангелов, потом через ангелов падение человека. И мы знаем, как самая страшная, самая коварная, самая беспощадная болезнь, которая вошла в природу человека – это грех. И вот этот грех, носителями которого каждый из нас является, наши родители, представители нашего рода, он что-то в нас надломил, что-то нам не додал, от чего-то нас устранил. И мы все время ощущаем вот эту тоску. В советское время мне пришлось очень много ездить по всем республикам Советского Союза. И каждый раз, когда мне приходилось быть с первыми секретарями обкома в партии, с крупными руководителями областей республик, я иногда слышал от этих людей, они что-то, например, ищут и говорят, «Господи, ну где же это?» Неожиданно партийные люди говорили, «Господи, ну куда же я положил ручку там или что?» Вот эта потребность в Боге, вот это ощущение, что нам что-то не достает, это ответ на все вопросы, на все проблемы, на все конфликты, на революции, войны, болезни. Это ответ на все. Нам не достает. Если мы говорим, что человек только тело его, которое заканчивается мозгом, в котором 4,5 миллиарда клеток, а в теле 100 миллиардов клеток, то тогда мы увидим с вами, что мы один из видов животных, потому что мы ничем не отличаемся от животных. Но кто-то нам дал имя ни животных, ни птиц, ни насекомых, как некоторые философы, хотели сделать модель на земле, чтобы люди были похожи на муравьев, вот если будут люди, как муравьи, тогда будет совершенное общество, и тогда все будет замечательно. Но одному из таких философов я в свое время сказал, ты знаешь, муравьи бесполые. И когда я ему это сказал, он ужаснулся. А то он меня все убеждал, убеждал, говорит, надо сделать, чтобы мы были похожи на муравьев. Ну, или на пчел. Я говорю, муравьи и пчелы бесполые. Я еще был молодой человек. Всю жизнь, занимаясь государственной темой, темой идеального государства, за всю свою жизнь ни у кого из величайших правителей, из величайших философов, из величайших мыслителей я не нашел идеального государственного устройства. Государственная система существует исключительно для тела человека, для телесной жизни. Нам нужны дороги, нужен свет, газ. Но человек совсем другое. Если мы говорим, что мы только члены государства, тогда мы называемся с вами граждане государства. Но кто-то ввел понятие человек. Кто вообще нам впервые ввел понятие и слово человек? Нам ввел его Бог-творец. И сегодня мы знаем с вами, что ни один ученый нам не откроет тайны, как произошла клетка, откуда она взялась. Откуда мог появиться этот уникальный живой мир, живая планета Земля? Кто нам когда-либо откроет, чтобы из полевого облака, как говорят ученые, мог произойти разум? Как это от облака полевого может произойти живой разум? Как это может быть, чтобы каждая клеточка встала на свое место и выполняла свою функцию? Как могло случиться, чтобы печень встала на место печени? Селезенка на место селезенки. И вот сегодня мы с вами чувствуем, что если мы будем оценивать друг друга только по внешнему поведению, не заглядывая внутрь человека, что внутри человека стоит феноменальное устройство, которое называется душа человека. Единственное, что есть в человеке, только душа переводится на наш язык жизни. И мы знаем, когда душа выходит из человека, живая душа, разумная душа, мыслящая душа, помнящая душа, страдающая душа, то тело человека быстро рассыпается. Через год уже от человека ничего не остается. Кости и череп. И все. И когда человек приходит в церковь Божию, он бывает так потрясен, что в народе даже существует такая премудрость, что если человек прочитает всю Библию, он сойдет с ума. Совершенно правильно сказано. Он сойдет с ума мирского, с ума телесного и перейдет на ум Божий. Совершенно правильно сказано. И независимо от нашей национальности, и независимо от сословия, независимо от образованности, каждый человек, который погружается в священное писание, откровение Бога, становится просто премудрым человеком. Некоторые люди становятся святыми. Слово святой, премудрой, разумной, это идет все от Бога. Ответственность, мораль, нравственность, совесть, все от Бога. В чем проблема России сегодня? Полное отсутствие морали, полное отсутствие нравственности. Я уже не говорю о духовности. Вот где проблема нашей России. Если мы посмотрим на историю народов и государств, каждый раз, когда какой-то народ оставлял Бога и начинал возвышать силу государства, эти правители заканчивали очень печальной свою жизнь. Мы знаем, как ушел из жизни Петр Первый, который отменил патриаршество и вел в дом Романовых правление государства без патриарха. Все правители дома Романовых закончили очень печально свою жизнь, и никто не дожил до старости. Все. Кроме Алексея Михайловича Первого царя. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что случилось с еврейским народом, когда евреи потребовали царя себе, чтобы еще было государство, как у других народов. Они говорили, дай нам, Господи, царя, как у других народов. На что Бог им сказал, зачем вам царь? У вас есть судьи, от меня поставленные. Нет, дай нам царя, как у других народов. Где этот еврейский народ? Когда сын Соломона вступил в брак за язычницу, а язычница другой веры и другой национальности привела с собой сотни колдунов, магов и чародеев, то от десяти колен израилевых не осталось ничего. Они расселись по всему миру. Все. Десять колен израилевых. Все исчезло. И как Илья Пророк их не убеждал, бесполезно. Илью Пророка Бог с телом взял на небо, а десять колен, включая этого правителя, сына Соломона, Раваама, и его жену, они закончили жутко свою жизнь. Жутко. Не хочется осквернять даже воздух храма сего. И еще два колена, когда оставили Господа, ушли в Вавилонский плен и дальше назад уже фактически не вернулись, хотя и построили храм Соломона, восстановили. А дальше 1948 лет хождения по всем народам. И Российская империя также ушла из мира 950 лет просуществовав на земле, потому что так и ни один из царей дома Романовых не восстановил патриаршество. Наш народ за 950 лет вывел одну великую мудрость без Бога не до порога. А царей почему-то не знали этого. Хотя себя почитали верующими людьми и церковными людьми. Поэтому сегодня в начало юлианского календаря и по юлианскому календарю начало Нового Года мы прикасаемся к с вами к самым высшим фундаментальным темам, без которых ни один человек на планете Земля жить не может. вот это для нас самая главная аксиома. Что же дают отношения с Богом? Отношения с Богом добавляют нам то, чего в нас не хватает. Если в нас нет благодати Святаго Духа, если нет даров Святаго Духа, человек приближается к животным. Иногда к насекомым. поэтому сегодня кто бы вы не были, какую бы вы должность не занимали, какой бы вы государственный пост не занимали, если в вас нет благодати Святаго Духа, вы народ свой продадите. Так в моей жизни сложилось, что я видел каждый раз людей, которые находятся в этих двух мирах. Я видел очень здоровых людей, очень здоровых, крепких телом, и вдруг они становились больными. Я видел очень удивительных людей, которые занимали большие должности, как я вам говорил, и вдруг они становились преступниками. Сегодня у нас удивительный день. Не только начало Нового года по Ильянскому календарю, как я сказал. Сегодня мы прикасаемся к традициям народов. И вот еврейский народ так чтил традиции, как и наш народ. 950 лет жил четко в традициях. Что такое традиция? То, что было, есть и будет всегда. Независимо, какая власть, какие правители, традиция народа. И вот сегодня традиция нам говорит о том, что у еврейского народа каждый ребенок, который рождался восьмой день, его обрезали крайнюю плоть. Так повелел им Бог, как крещение для нас, так и обрезание было для евреев. Еще у евреев была традиция. Каждый раз, когда девочка достигала 14 лет, ее выдавали замуж. Ну, а к этому времени она была уже так готова для жизни. Она все знала не только на бытовом уровне, она знала глубину отношений с мужем, умела вести хозяйство, знала, как вынашивать детей, когда можно зачинать, когда нельзя зачинать. Вот в этой традиции многих народов все складывалось. И тогда жизнь народа получалась и была благополучной. И вот сегодня мы с вами уже находимся в восьмом дне после Рождества Христова. И естественно по этой традиции и с Христом, так как Бог родился в образе человеческом, с Ним совершили это же. Видите, Новый год сегодня начинается. А какой Новый год без Рождества Бога? Сначала Бог рождается, перед рождением Бога рождается Божья Матерь, через которую Он должен родиться. И дальше мы начинаем готовиться уже к тому, что Христа совершили по традиции обрезание. И дальше что? Дальше мы готовимся уже к крещению. Вот здесь нам Господь показывает первое таинство высшее. Одно дело мы рождаемся от матери через семьи отца, а другое дело мы рождаемся в церкви Божией для того, чтобы и пришли к нам, вернулись к нам вот эти дары, которых не хватает человеке. И если мы сегодня статистику сравним членов церкви и людей, которые вне церкви, мы увидим, что статистика конечно в пользу церкви, в пользу добрых дел церковных. И если бы не было церкви сегодня в нашем государстве, не было патриарха, не было епископов, священников, а что с нами вообще стало? И сегодня еще память великого человека, который вошел в историю как Василий Великий. Он сегодня тоже его память. И вот сегодня я хочу два слова закончить слово свое, два слова сказать об этом удивительном человеке. Как я вам уже сказал, мне пришлось в жизни видеть людей здоровых, которые стали больными и людей больных совершенно, которые не только выздоровели, но и жили очень долго. когда я пришел из армии, у меня не было ни одного органа здорового, я служил в Германии, все попорчено было, все, желудок, печень, кормили комбижиром, я из больниц не вырезал, все московские больницы прошел, по два-три раза в году. Еще удалили аппендикс, гланды, я никогда не думал, что я доживу даже до 25 лет. И каждый раз я матери говорил, мама, я, наверное, скоро умру, хотя здоровый внешне был крепкий человек, и работал на очень больших работах в Москве. И вот лет в 25-26 я начал собой заниматься. И в скором времени мне вернулось то, чего не было. Оказывается, я жил не совсем так. И когда я стал жить как положено, когда я в 27 лет вошел уже полностью в церковь, сегодня я имею 74 года, больше я в больницах ни разу не лежал. И вот сегодня в день моего рождения я не могу не вспомнить Василия Великого. Когда я пришел к одному старцу, который был моим духовным отцом в Троице Сергиевой Лавре, мы с ним пошли на кладбище к его матери, и когда шли, он сказал, когда будешь монахом, будешь иметь имя Василий, ну, наверное, когда я буду схим монашество принимать, или будут постригать, мне дадут имя Василий. Василий Великий, Иоанн Златоустый, Григорий Богослов. Немыслимо. Что это за люди были, что за имена. И вот Василий Великий, который прожил маленькую жизнь, всего 49 лет. Посмотрите, он уходит из жизни, и он лежит и уже умирает, потому что он за эти годы сделал столько, сколько мы с вами за сто лет не сделаем. И вот он умирает, и тогда, чтобы продлить его жизнь, паства так за нем беспокоилась, пригласили самого искусного лекаря, еврея. И когда этого еврея-врача привели к Василию, он не стал ему делать анализы, как сегодня делают анализы в больницах. Никакой диагностики. Он просто взял его пульс в руку, его руку взял в ладонь, посмотрел его пульс, посмотрел на его глаза, на цвет кожи и сказал, «Все, Василий, скоро сейчас умрешь». Василий это орган служения в церкви, это орган Божий для служения людям, это уникальная, феноменальная личность, образованнейший человек, сколько он оставил трудов, нам не успеть перечитать их в жизни, а глубина их, поймем ли мы, что он пишет, о Боге Троице. И сегодня мы службу служим Василию Великого, который он составил. И тогда Василий приоткрыл глаза и сказал этому искусственному лекарю еврею, «Скажи, если я доживу до утра, что ты тогда сделаешь?» Еврей не стал долго задумываться и сразу ему ответил и сказал, «Если ты, Василий, доживешь до утра, я покрещусь все мои родные и весь мой дом». Все с этим он ушел, но уходя оглянулся и сказал, «Но ты сейчас уже умрешь». Василий дожил до утра, пошел покрестил еврея, отслужил богослужение, литургию, пришел домой, лег на кровать, сложил руки, и душа его вознеслась к Богу. Вот что может совершить Господь. И как здоровые люди становились больными, люди больших должностей становились вуаварами, преступниками, также есть обратный процесс. и мы с вами стоящие здесь. Сколько мы слез выплакали на исповедях, сколько мы слез выплакали о своих грехах, о грехах наших родителей, но сегодня мы с вами, вступая в Новый год, все оставили, пришли в этот удивительный храм, собрались на этой уникальной территории, где был Юрий Долгорукий, где окончил жизнь Александр Невский, где у Екатерины Второй было место в храме, унивительное это место, которое всех нас здесь собрало. И сегодня это для нас, для всех, мы все приезжие здесь, стало таким родным домом, что я не желаю ничего другого, чтобы только закончить здесь свою жизнь. Я поздравляю всех нас с вами с прошедшим годом, что этот год прошел наш в церкви, и желаю, чтобы мы не теряли надежды, и в этом году, чтобы он был не хуже прошлого года. Я желаю, чтобы мы всех простили, кто нас обидел когда-то, и сами попросили прощения у тех, кого мы с вами огорчили. Я умоляю всех вас, чтобы вы молились особо за священников. Нас очень мало. Столько учителей, врачей, столько работников администрации районных, и так нас мало священников. Я умоляю вас, что вы молились за нашего президента. Не приведи Господи кому-нибудь оказаться на его месте сегодня. Не приведи Господи. Я умоляю, чтобы вы постоянно молились о патриархе. Вы видите, что на его долю выпало. И все время поминали своих родных, тех, кто уже ушел из жизни, потому что мы молимся не за мертвых, а за живых, и мы знаем, что мы никогда не умрем. умрет только наше животное тело, которое дано нам на короткое время. А наша душа, она будет жить вечно, и наша земная жизнь есть только подготовка нашей души, образование нашей души, оккультуривание нашей души, оздоровление нашей души, подготовка ее для будущей вечной жизни. Я желаю всем нам, так как мы привыкли встречаться здесь с вами, чтобы мы с вами никогда не расставались и случилось так, чтобы и после этой жизни мы все с вами встретились бы в Царстве Божьем. О чем бы я желал каждый день каждому из нас, всем нашим близким, родным, потому что выше этого ничего нет. Вот почему наш народ говорил без Бога даже не до порога. Желаю, чтобы мы начали новую жизнь, желаю, чтобы снова родилась в России Святая Русь и наше время даст святых людей, это однозначно. поэтому сегодня у нас большая радость, что мы Новый год начинаем с богослужения, вспоминания великих людей, наших святых, чьи имена мы носим. Но что мы можем в это время сказать и в этот день сказать, кроме того, что говорим всегда Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.